Приветствую вас! Есть несколько моментов, которые я бы хотел с вами обсудить, моментов, которые мне кажутся очень важными. Именно на эти моменты я разобью вашу общую проблему, ваш вопрос для того, чтобы было легче вам на него ответить. Как, собственно говоря, вам быть? Этих моментов несколько. Первый – это, собственно, свекровь. Второе – это ваш муж. И третье – это, собственно говоря, несколько таких более мелких проблем. Их несколько. И они, вроде бы, на первый взгляд, не очень важны. Вы об этом говорите вскользь, но в то же время они мне показались достаточно важными для того, чтобы заострить на них внимание. Итак, свекровь. Женщина начала вести себя агрессивно и вмешиваться в вашу личную жизнь после того, как вы от нее ушли, потому что пристала чувствовать себя определенно значимой. В ее возрасте человек начинает ощущать, что теряет хват. В ее возрасте человек начинает понимать, что он уже никому это не нужен, что он ни на что не способен, что он ничего не может и ни на что не годен. Вы знаете, это чувство, оно очень страшное. Оно стимулирует человека к тому, что любыми средствами, любыми путями, как угодно, но подтверждает свою значимость, делая все, что угодно, лишь бы только человек чувствовал, что он что-то делает на что-то влияет. И вот давайте подумаем. То, что делает ваша свекровь. Мы сейчас не говорим про ее странности. А то, что делает ваша свекровь. Это что? Это стремление к влиянию. Это стремление к тому, чтобы сохранять рычаги влияния, рычаги управления вами. Почему она без них не может? Потому что ей страшно-страшно остаться одной. И в этой ситуации до тех пор, пока вы не поймете, что ваша свекровь – это старый человек, который достоин жалости, который боится автор садим, который не знает, как дальше ему жить, у которых есть свои застарелые проблемы, может быть, страхи, потому что, ну, вот, например, не от хорошей жизни, ее муж, значит, тоже прячется от нее по квартире, как вы говорите. То есть здесь имеют место быть естественные возрастные изменения престарелого человека. И этот человек, как бы он себя не вел, как бы он себя сейчас не ставил по отношению к вам, он не настроен, не может воспринимать вас адекватно, конструктивно, потому что у человека есть свои цели, и эти цели он пытается реализовать. Что можно сделать? Во-первых, поговорить с мужем, который как сын знает свою маму, и он знает все ее, допустим, слабости, там, страхи и так далее. И вы об этом с ним поговорите. Вы спросите у него, ну, вот, скажи мне, вот, какие у мамы были проблемы в жизни раньше? Вот до того, как мы, например, стали там с тобой встречаться, до того, как ты там тоже стал взрослым, какие проблемы были у мамы. Как она себя вела и причинила? Попробуйте ее понять. Зачем вам понимать ее, спросите вы? На этот вопрос я отвечу так. Так, если вы не собираетесь разводиться с супругом, то мама всегда будет, как бы, в поле вашей видимости. Если вы не сможете, значит, как-то подстроиться под ее поведение, как-то помочь ей понять лучше себя, понять, значит, то, что ее беспокоит, то, что ее волнует, чего она хочет, например, и так далее. Если вы не сможете понять, какие у нее есть проблемы, у вас не получится как-то адаптировать свое поведение по отношению к ней. Вы так всегда и будете думать, что она свои какие-то действия направляет на вас, направляет на вашу семью, но при этом, как бы, именно против вас, строя какие-то козни, против вас устраивая позицию. При этом эта точка зрения, она не является правильной, потому что, ну, по сути дела, не на вас направлено ее действие, не с вами она говорит, а говорит она с собой. Через вас она борется со своими страхами. Через вас она пытается решить свои проблемы, которые, конечно, у нее не получается решить, потому что они в ней, а извне ее проблемы не решили. Но проблема в том, что человек в силу именно своего возраста, вот это, скорее всего, уже не осознает. И вам необходимо относиться к ней жалости, просто-напросто, если вот муж вас поддерживает, да, в отношении, убрать у нее все, возможно, рычаги управления вас, снизить ее фактическую, значит, фактический уровень воздействия на вас. Если вы живете отдельно, то, соответственно, можете, там, не пускать ее в себе на квартиру, да, там, не позволяйте ее убывать у вас и так далее. Ага, и так далее. Лишите вместе с мужем ее рычагов, и у нее не останется никаких других способов, кроме как слова импютации вам подпортить настроение. Ну, а слова, это всего лишь слова. Они, при понимании того, почему человек, вот, так говорит, не имеют никакой силы, вообще никакой. И отдельно нужно сказать, что по какой-то причине, думаю, ваша мама вам завидует. То есть вот вы сказали, что вы с ней из одного места, но вы смогли построить свое дело, вы смогли развиться, чего-то добиться, а она этого не делала, видимо, и считает, ну, себя ущемленной. То есть она по какой-то причине еще и вам пытается доказать, что она ничем не хуже вас. А завидует человек тогда, когда у него есть определенные свои проблемы. То есть счастливые люди, удовлетворенные сами собой, они не завидуют. А завидуют те, кто видят в других именно, как раз таки, достижения, те, которые сами хотели бы осуществить, но у них этого не получилось. Именно поэтому ваша мама завидует. То есть такой человек тоже, как бы, достоин жалости, вот, серьезно. Она не может выносить до того, что вы, ну, добились всего-то лучшего, по-моему, чем она. И это для нее, конечно, тоже большой момент, большая проблема. В отношении, значит, со свекровью, значит, нужно говорить так, что она еще и ревнует, значит, своего сына к вам. Вы у нее его, можно сказать, отняли, вы увели его от нее, и тем самым, опять-таки, ударили по ее вот этой вот уверенности в том, что она чего-то достойна, что она чего-то стоит и так далее. И ревность – это, опять-таки, эгоизм. То есть вот она думает о себе. Когда она делает какие-то вещи в отношении вас, она руководится эгоизмом. А эгоизм – это такое поведение человека, такая черта характера, когда есть какие-то, знаете, схожие черты с аутизмом. То есть, когда человек внутри себя, и мыслит исключительно только образы. Так вот, да, есть некие такие идеальные образы в сознании человека. И вот кроме них больше личность ничего не воспринимает. Вот примерно так же действует и гистичный лист. И мало того, что такой человек, который оторван от реальности, а она оторвана от реальности, она не понимает, она не осознает того факта, что, например, у ее сына и у вас уже своя жизнь, что вы не имеете права никакого… То есть вы имеете право не оказывать ей помощи, не, как бы, слушать ее совет. Она этого не понимает, она оторвана от реальности. И вам нужно понять, чего она хочет, чего она хочет в глубине души. И постараться ей это дать. Постараться ей помочь, вот, у нее есть энергия, да, у нее есть страх, постараться оккупировать эти негативные черты, негативные качества. Если, например, она хочет где-то чувствовать свою энергию, то будет чувствовать ее, например, в том, что ей нравится. Но для этого необходимо общение такое непринужденное, конструктивное, чтобы понять, вот где бы я хотел себя попробовать, как, как, чего, и помочь ей это сделать. Сможь, сможь и ты свою свекровь увлечь, чем увлечь, но она про вас забудет. У нее появится другой объект действия. А пока вы для нее единственное средство, единственное средство для достижения своих целей. И пока она будет увидеть вас этим самым единственным средством, но она от вас не отвязится. И тогда у вас либо есть, значит, варианты, либо безразличие к ней, то есть просто вот тотальный игнор, тотальное игнорирование всего, что связано лично с вами, и при этом общение с ней на любые другие темы, отвлеченные от обсуждения вашей жизни. Тогда человек постепенно, со временем поймет, что, ага, вот они со мной не разговаривают и говорят на другие темы, дальше я буду говорить с ними на другие темы. То есть это, по сути дела, произойдет такое, научение человека другим правильным нормам поведения, потому что совсем связь со своим 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 своим, она потерять не может. Но она, как мать, не потеряется на связи. Но этот связь нужно корректировать и корректировать только путем последовательного, синхронного, то есть идентичного поведения вас и вашего мужа с тем, чтобы показать себе кровь, где у него есть ход диалога с вами, а где нет. И человек будет биться за всю эту дверь, а когда она будет игнорироваться, когда она будет совершенно безразлична, это для него будет означать негативный эффект ее деятельности, и рано или поздно она перенаправит себя на другие, более продуктивные пути развития диалога с вами. А вот тот предыдущий, который не был удачным, она, может быть, не забудет, она будет его придерживаться, но чисто для проформы возможностей. А со временем он как-то ненужный отпадет, потому что он абсолютно ничего и не дает. А человек все-таки учится именно на услугах, на рефлексах, на реакциях. То есть если, знаете как, если кто-то что-то делает, то он получает либо поощрение, либо наказание. Вот если человек постоянно или вообще любое живое существо получает постоянно наказание за какое-то действие, я думаю, это действие делать не будет в определенной ситуации. Но нужно время, чтобы это закрепился, этот эффект. И у человека есть такие качества, как упрямство, направленность и так далее. Потому что эти качества, они мешают вот этому вот научению. Но если вы будете придерживаться определенного поведения, а выбора у вас другого нет, в любом случае, в любом случае у вас нет другого выбора, кроме как вести себя именно так. Если вы хотите и отношения с мужем сохранить и из ветров как-то ограничить возмещательство в вашу жизнь, то со временем будет легче. А если вы еще будете стараться ее понять и перенаправить ее энергию, то совсем будет хорошо. Все будет прекрасно и вы поможете женщине понять, может быть, лучше реализовывать себя чем-то более реальным, нежели придрочным. То есть тем, что она пытается сделать сначала. Это было то, что касается свекрови. Теперь, если говорить о нашем дебиле, если говорить о вашем муже, есть определенные проблемы, которые кроются в ваших отношениях. Во-первых, это ужасное прошлое у мужчины. Это значит, что человек вывел себя неправильно, как-то аморально, может быть, преступно, в общем, недостойно. Для него это прошлое. Если он изменился ради вас, то это без нас. Потому что он изменился не ради себя, а ради вас. Это значит, что если вы уйдете, он может вернуться опять к тому, что было до вас. И это большая проблема. Проблема, потому что вы для мужчины спаситель. То есть вот вы его спасли, а вы ему помогли, и теперь он от вас зависит. Да, вы зависите от него, то есть он зависит от у нас как от человека, который помог избавиться ему от пороков каких-то, а вы зависит от него как мать детей, не желающая оказаться местоподушеванной. И ваша взаимная зависимость, она, в принципе, наверное, уравновешивает отношения, которые у вас имеются. Но тем не менее, проблема прошлого мужчины, она остается до сих пор. То есть очень важно понять, как мужчина вообще к этому относится сам. Что он для себя вынес, какие он идеи открыл, какой опыт получил и так далее. Очень важно, чтобы мужчина изменился не ради вас, не для вас, а для себя. Да, вы помогли ему вернуться на, так сказать, правильную дорожку, но тем не менее, если он сделает это ради вас, то в итоге всегда будет то, что он наложит на себя руки, если вы, значит, не уйдете. Или если не даст жить в игру, как я понял, то есть человек, который, человек, который находится в гармонии с собой, он так не скажет, он так не сделает, он так не поступит. И да, может быть, мужчина манипулирует, может быть, мужчина просто говорит, но тем не менее, то есть он нестабилен, это очевидно, хотя бы то, что вы написали, что он вас избил, сорвавшись. Что есть сорвавшись, почему он сорвался, от чего он сорвался, какое у него напряжение, что его напрягает и так далее, эти моменты все остаются у вас за кадром. Я понимаю, что это не так важно, но тем не менее, для успешности вашей жизни, и, как я видел, коллеги подтвердили мою мысль, необходимо наладить ваше отношение и с супругом тоже, несмотря на то, что вы достаточно едины в своих взглядах, но тем не менее, если его прошлое обеспокоит, если осознание того, что он делал, делал какие-то вещи не пришло, то ему нужно помочь ускорить приход этого. Потому что, если у него есть вы, если у него есть дети, то он не имеет никакого права говорить о том, что наладите на себя руки. Простите, это означает бросить вас и бросить детей, а это поступок недостойного мужчин. Я понимаю, что он обладает также определенными противоречиями, но, в отличие от свекрови, ему в силу молодости можно еще помочь. И помочь ему, ему стоит нажать, хотя бы ради вас. То есть, иначальный стимул, помните, это помочь за вытесла. Вот он, вот вы и помогли ему, да, помогли ему вернуться на светлую дорожку. Теперь пусть он оплатит вам тем, то есть, ради вас начнет сам вести на собой работу. Это необходимо, потому что в противном случае и побои, что является неприемлемым для мужчины, да, и угроза наложить на себя руки, все это будет с вами находиться вместе, мешать вашим отношениям и, ну, не давать наслаждаться бракам и детьми. А самое главное, что детям это тоже будет очень сильно вредить. Это, конечно, выбор за вами. Для начала проблемы с супругом вы можете сформировать сами для работы с экспертом личным, если хотите, конечно. Ну, а дальше уже можно и нужно привлекать вашего мужа до того, чтобы уже с ним непосредственно решать его проблемы. Дальше. Теперь несколько моментов, которые мне бы хотелось вам сказать. Один момент, то, что касается экстрасенсов. Само наличие экстрасенсов в жизни мужчины и само наличие того факта, что вы подозреваете друг друга, говорит о том, что вы, во-первых, не доверяете друг другу, то есть вы подозревали, когда свекровь взяла цепочку. А с другой стороны есть некая эмоциональная зависимость. То есть экстрасенсы могут работать только с людьми, которые эмоционально зависимы. И да, в вашем случае это помогло, но лучше будет, если мужчина все-таки не будет таким эмоционально зависимым, чтобы никто, в том числе и экстрасенс, не мог вмешиваться в его жизнь и в вашу жизнь. Чтобы все-таки человек думал своим умом, своей головой, доверял своим чувствам и так далее. И вам необходимо проработать с мужем не только эту проблему. Опять-таки для начала понять причин истуки этой эмоциональной зависимости. Ну и еще и парламурс вопрос доверия. То есть для того, чтобы ваши отношения с ним были успешны, нужно доверие. Доверие между вами и уверенностью. И пока этой уверенности нет, можно сказать, что между вами будут продолжаться ссоры, мы бы дальше побои, а это неприемлемо. И еще раз говорю, хотя бы потому, что очень страдают дети. Дальше. Последний момент. То, что вы боитесь остаться на улице и что у вас развалится бизнес. Вы знаете, я уже сказал, что взаимная зависимость помогает вам, может быть, сохранять отношения, но вы, как мать своих детей, не можете зависеть от, допустим, мужа, если он не забит, если на него нельзя положиться. И вам нужно постараться обособить бизнес как-нибудь так, чтобы он не зависел от вашего брака. И подумать, как можно обзавестись запасным вариантом лучше, если вы все-таки на улице останетесь. Потому что это, вот тот факт, что вы боитесь, будет заставлять вас и терпеть всевозможные акты давления со стороны вашего мужа и со стороны свекрови. И вас это саму будет делать не свободно. Прошу прощения за этот звук. Соответственно, это солится, ничего не мог поделать с этим. Надеюсь, он вам не помешал. Было бы неплохо, если бы запись эту прослушал ваш муж. Ему бы данная запись также помогла бы понять какие-то моменты, понять, что вас волнует, понять, что вас беспокоит, что вы боитесь, что вы хотите и так далее. И вот продолжая тему желаний, я скажу вам так. До тех пор, пока вы не поймете, чего в первую очередь хотите вы друг от друга и чего вы хотите вообще. То есть, пока вы не поймете, чего хочет ваш супруг в итоге, по большому счету, и пока он не поймет, чего вы хотите вы тоже по большому счету и в итоге, вам будет сложно. И может быть, вы говорили об этом друг другу, но, тем не менее, это важный момент. Это тот момент, с которого вам нужно начинать вообще, вообще. То есть, прежде чем решать проблему с этой кровью, прежде чем решать проблему ваших отношений, прежде чем вообще что-либо решать, поймите, что вы хотите каждый из вас для себя. И после этого спросите друг друга, вы готовы помогать друг другу в том, чтобы этого, того, чего вы хотите добиваться, добиваться вместе едиными усилиями. И если да, то все решаемо. А если нет, то для вас актуально. Для вас актуальна последняя часть моего видео. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.